с бакфорской пчелой я работаю не так давно если быть более точным с 2011 года то есть получается сколько 10 лет в этом году попала мне первый бакфорст от агерда сам шевеса это известный пчеловод с литвы и попался словами такими дима попробуй и больше ничего что это я пока ничего говорить не буду ты попробуй потом созвонимся вот представьте себе что около 10 семей у меня тогда всего лишь из всего массива там было около наверно 80 90 было бакуста отработали целый сезон и как бы начал помогать мне жена на пасеке и говорит что смотри интересное наблюдение почему полных осмотров краинки за сезон это с полным разбором гнезда у нас было 7 оба просто только 4 с контролем ровного состояния всем остальным я начал анализировать и вижу эффект до тот момент я еще не видел большой разницы по товарной медопродуктивности и это была проблема моя я не понимал что происходит потому что крайенький бак вас приносили одинаковое количество меда настоящее время я вижу эту проблему проблема была в том что не мог обеспечить бакфасту большой объем улья большой объем был такой у меня типуля 16 рамочный лежак с двумя магазинами это еще 12-14 рамок сверху то есть 16 внизу 14 рамок доданов сверху 30 рамок этого для нормального развития бакфаста хорошая мощность семьи мало и поэтому ограниченные за счет размера они мне приносили всегда меда столько сколько и краинка позже когда мы резко буквально в двенадцатом году перешли почти перевели всю пасеку на улья на рамку 145 правда частично с корпусом нижним на 300 потом маленький полукорпус разница решетка и неограниченное количество корпусов мы начали получать более высокие медосборы я хочу сказать что касается бакфаста я один из самых явных сторонников сохранения аборигенных пород пчел там где это надо там где они нужны и там где в них нуждаются что касается дальнейшей пчелы то я скажу что добровольно пчеловоды от бакфаста не откажутся тут вас долго в группе шли споры что такое бакфа что такое порода или гибрид я бы мог над этим поговорить потратить ваше время но я скажу так что брат адам не родил новую пчелу давайте мы скажем честно с тех линий которые он вел практически уже ничего не осталось брат адам родил саму идею лекции и использование и бризинга для закрепления определенных факторов или определенных признаков пчеловодства бакфаст это пчела которая от селекционирована для меня для пчеловодов если поставить в первое место что меня бы волновало это отсутствие роения если я не вижу роение я могу увеличивать пасеку до бесконечности практически насколько мне хватит сил второй момент это медопродуктивность бакфаст напоминает мне очень удачно напоминает мне пружину что я имею ввиду специально переключился доступного говорил уже что я имею ввиду вот очень хороший пример этого года показал когда мы имели такой растянутый медосбор и 19 20 года мерсанты медосбор со вспышками там на две недели хорошего медосбора берем бакфаст что происходит с бакфастом он матка сеет он наращивает 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 силу этот процесс бесконечный у нас появляется две недели погода срабатывает сжатая пружина и вся эта пчела которая выгулилась которая свободная он в райвой не вошел устремляется в поле и буквально за там ну не знаю за две недели приносим 30 40 50 килограммов товарного меда что мы делаем с краинкой нет погоды матка сокращает яйцекладку пчелы сокращают яйцекладку пошла погода матка начинает развиваться пчелы начинают лучше кормить она вот только развивается снова погода испортилась и вот эти вот шатания привели к тому что краинка в этом году проиграла в двадцатом году проиграла очень сильно по товарной продуктивности на белорусских пасеках так вот сжатая пружина дальше что касается бакфаста отсутствие прополиса да с точки зрения возможно бизнес это не самый лучший вариант но какой кайф когда не надо каждый год чистить рамки и корпуса потому что они их не зарепливают если говорить о злобливости бакфаста я содержу миролюбивые линии но для меня это не является важнейшим качеством мне к примеру бакфаста нравится ее способ сжигания гнезда когда гнездо компактно не размазано мне нравится отношение бакфаста к чистоте гнезда я сейчас имею ввиду не то что они там чистят красиво убирают и так далее нет ни в коем случае к тому что как червят матки что я имею ввиду гнездо нельзя так говорить но для профессионала это важно не загрязнено пирогой пыльцой медом то есть как говорит мой кум матки бакфаст червят квадратиками не кружочими а квадратиками от верхней до нижней планки это удобно для продажи пакетов это удобно для формирования отводков это удобно для заведения за семьей поэтому бакфаст и если коснуться еще одного варианта то настоящее время я уверен что при прочих равных условиях условиях за беларусь товарная продуктивность бакфаста выше чем товарная продуктивность кармики и еще у бакфаста есть такая интересная тенденция когда мы говорим о бакфасте как о пчеле мы должны понимать что это все таки помесная пчела и интересная тенденция когда бакфаст облетывается на свободном туркновом фоне возьму примеру на краинском бакфаст всегда становится лучше любая помесь в которой вливается новая кровь становится лучше как только мы пытаемся на бакфастом фоне облетать любую чистопородную пчелу не имеет значения это среднерусская это краинская любая другая пчела это пчела сразу станет хуже прилив помесной крови в чистую пчелу всегда отзывается плохо на